Значит, мы подводим итоги отопительного сезона в России. Ну, на примере, по большому счету, Твери, раз на Жене первоначально об этом говорил. Значит, речь шла о том, что видео было записано два года назад, собрало 10 тысяч просмотров. Отчасти была причина отставки губернатора, да? Не была совсем. Отчасти была причина, безусловно, тому, что ГК-2 сбросила свой актив в Твери. На группу физических лиц. То есть, по большому счету, просто система теплоснабжения Твери от нее просто-напросто отказалась. Как от куска собственности. Потому что для нее была отрицательная рентабельность. Теперь надо понять, почему это произошло. Почему нам вот Женя рисовал апокалиптические сценарии, сценарии я описывал. Когда все умрут, кого-то отрежут обмороженные конечности, ноги, руки. И у кого-то чего еще там торчало. Но, тем не менее, это за течение двух лет этого не произошло. В Твер проходило очень тяжело эту зиму. Были непрерывные разрывы по всему городу. Но, тем не менее, система теплоснабжения Твери, она выстояла. Кроме того, у нас здесь была модельная ситуация. Небольшой остров, окруженный секторон водой. И обладающий схемой запкнутого теплоснабжения, а именно Российский остров Санкт-Петербурга. Тоже постоял некоторое время без отопления. Но с этой ситуацией удалось очень решить. Почему там это было? Потому что загорелась ТЭЦ. И там кое-что сгорело. Ну, не все. Ну, что, ты можешь сказать, почему это произошло-то? Ну, здесь температура обморожена. Ну, ты. Будешь говорить, почему никто не умер, никто не обморожен. И система теплоснабжения Твери и Васильевского острова оказалась совершенно образом неразрушенной. Ну, с Васильевским островом все просто. А вот с Твери... Это может произойти в любой момент. Ну, я тебе указывал на два главных обстоятельства. Во-первых, ты очень сильно переоценивал иногда на один-два порядка объем теплоносителя в системе. Ну, вот, например, по Твери ты говорил, что от каждой ТЭЦ 8 километров. Я взял, посчитал по Яндексу, да? Например, от ТЭЦ 3 до границы города. Полтора-полтора километра всего. Там тоже от одного до двух километров от ТЭЦ 4 до основных участков застройки. Ну, там, в Московском районе. Ну, вот, тем не менее, я вот так посчитал. Я вот так посчитал. Получилось, что объем теплоносителя, он по большому счету гораздо меньше. Мы посчитали, ну, для Васильевского острова, там, Альмирис твоего, с твоей подачи писал 250 тысяч. Я думаю, что не больше 25 тысяч с большим запасом. А это означает, что объем теплоносителя системы, он соответствует примерно объему бак-аккумулятора. И действительно, они тогда написали, что системы разместили такое письмо в свое время, во время самого кризиса, когда они говорили, что вот, объем бака-аккумулятора, что у нас не хватает теплоносителя, потому что мощности водоподготовки ограничены 2 тысячи в час, да, они говорили о таких количествах. Но мы это через несколько часов дадим. И действительно, через несколько часов дали тепло. Почему? Потому что если у тебя объем теплоносителя в районе 20 тысяч, тебе не хватает 10 тысяч, то ты подготовишь такую воду за 5 часов, за 5 часов ее подготовишь, и после этого будешь спокойно отапливать все дома петербуржцев, то есть Васильевского острова. Но вот так оно и произошло. Они действительно за несколько часов подготовили необходимое количество воды, вместо утикшего теплоносителя и восстановление теплоснабжения. Ну, он же не весь ушел. Ну, он не весь ушел, ну и что? Ну, и все равно, и что? Все равно несколько часов, а на реликвидацию прорыва дается 24 часа. Так же поступили и с Тверью, по всей видимости. У них были большие разрывы, у них были катки на площади Победы, ой, на улице Победы смыли в морозовый снег. На проспекте Победы. Да, на проспекте Победы. И тем не менее, в течение достаточно быстрого времени удалось это дело восстановить. Пополнить запасы теплоносителя и всего-кого, всякого прочего. Почему? Потому что апокалиптический сценарий о том, что уйдет вся вода, люди вынуждены будут лить неподготовленную воду, производить занос карбонатами. Не было, да, но произойдет занос карбонатами, он как бы не сбылся. То есть, по большому счету, оказалось, что система теплоснаживания российских городов, даже предельно централизованная, типа Тверской Твери, они оказались исключительно устойчивы к подобного рода вещам. Труба разорвалась где-то. Ну, там, фирма, которая называется Тверской генерацией, теперь ее, правда, в Тверии народ называет Тверской дегенерацией. Ну, вот, вот эта компания. И, тем не менее, труба разорвалась, они ее золотали силами трех-четырех человек. Она снова в другом месте разорвалась, они снова ее золотали. И так всю зиму, достаточно большие морозы, по 30 градусов, да? Ну, 25-30. 25-30, и они, все это дело, дело происходило. Дело происходило. Ни по какой эвакуации не было, хотя говорят, что опять рассылали смс-ки, да, МЧСовские, чтобы готовы быть отъехать из города и так далее. Нет, какого нет. Не было, но готовы к экстренной ситуации, да? К экстренной ситуации. И это при условии полного дефицита технических, этих электрических мощностей, которые в Твере наблюдаются, то есть распределенных станций, да? Распределительных мощностей. Ну, там дефицит по линиям 10 кВт. Угу. Ну, последние мили. 10 кВт. Но, по большому счету, что я хочу сказать? Конечно, при определенного рода уровня головотяпства можно заморозить город 400 тысяч. Можно. Ну, вот как вот Чернобыльская АЭС. Там, вот так нельзя, так было нельзя, здесь система защиты, здесь система защиты. Но определенного уровня каких-то странных действий получилось, что, в общем-то, эту чрезвычайно защищенную систему от дурака, от кого-либо еще, удалось положить. То есть и в Твери тоже возможен такой набор человеческих действий специальных, что Тверскую систему можно будет положить. Но она показала свою исключительную устойчивость. Оказалось, что советские инженеры не зря ели свой хлеб, что у нас... Не, ну здесь я готов поспорить. Советские инженеры, ну, это отдельный вопрос. Советские администраторы оказались исключительно безответственны, поскольку это проблема всех областных городов Центральной России, инфраструктуру одного города натягивали на два, на три. В частности, у нас совсем не была предусмотрена система попутного дренажа. Ну, это только из этого заволжского района коснулось большим счетом. Нет, у нас во всем городе нет никакого попутного дренажа. Вообще. Ну, то есть, грубо говоря, по-нормальному, если бы делать систему теплоснабжения, то средств хватило бы на один город. За счет экономии на всем, что только можно, удалось ее расширить на несколько городов. Ну, на полтора, на два. Ну, тем менее... Ну, в частности, вот тепловые камеры в Москве, я не знаю, как в Санкт-Петербурге, их объем стандартной камеры для диаметров, там, 630 мм, объем раз в 8 больше. Ну, и, соответственно, операционное пространство. А у нас это... Закуток там на полтора на полтора. Как кладовка, да. Там с трудом помещается один сварщик. Вот. И с огромным трудом и только в некоторых камерах. Еще и слесарь. Угу. Ну, то есть, экономия есть была, но само по себе решение, пожалуйста... Ну, с экономией на всем, что только можно. А там просто в силу... распределенности системы потребления тепла, она вынуждена была построена с огромным резервированием. А то в Москве? А? Нет. В Москве, в Твире. В любом городе. Угу. Это сель. И даже администраторы... Так она оказалась таким запасной спорочностью, что даже дегенераты из тверской генерации не могут ее положить, хотя очень стараются. Ну, они достигнутся своей цели. А почему ты думаешь, что они вот эти... Ну, им не удалось достигнуть этой зимой. Состояние-то уже необратимо. И даже если бы были другие администраторы, не те, которые сейчас, в Тверской генерации. Ну, и здесь стоит сказать, в числе, собственно, двигателей и идейных вдохновителей Тверской генерации небезызвестный тебе, в частности, Сергей Борисович Чернышев. Угу. Вот. И хотелось бы знать, чтобы жители Твери... Хотелось бы, чтобы жители Твери знали это регалия этого человека замечательного. Ну, во-первых, он выпускник физтеха, вот, но по профессии ни разу не работал. Он тут же попал в комитет молодежных организаций СССР. Угу. Он в начале 70-х закончил физтех, потом далее его бурная деятельность в постперестроечное, ну, во время Российской Федерации в целом времени. Да. Он стал основателем комитета... Основателем комитета по встрече третьего тысячелетия. Угу. Далее. Участником Клуба Бессмертных. Угу. Он потом основателем и членом организации «Космический щит». Это вот, что касается Сергея Чернышева. Далее там... Ян Горелов. Ну, Ян Горелов-то бог с ним. Ну, даже они... Некий Милюхов, основатель квартиры любителей пива. Угу. Ну, вот, вот такая веселая компания у нас сейчас занимается теплоэнергетикой. Причем большие сомнения, что они хоть что-то понимают в этом. Но, тем не менее, даже им за год не удалось положить систему. Ну, и, собственно, тут... Притом морозы были достаточно большие. Не, им послугу можно поставить. Или, по крайней мере, снять с них обвинения в тех проблемах, которые были. Ну, понятно. Вину за те проблемы. Что виновата под 3К2. Это все накапливалось с постсоветских времен. Что, что... Это, знаменитая реформа энергетики по Чубайсу, глупо товарищей, да. Удалось часть ее приватизировать, то есть создать ТГК-2, да. Удалось за счет высоких тарифов выкачать тут достаточно много денег. А потом оставшиеся фирмы, которые оставались, их сейчас усиленно банкротят. От активов, которые надо вкладывать в какие-то собственные средства, избавляются. То есть переписывают их на поставных регулиц. Ну, например, вот как произошло с Тверской генерацией. То есть система теплоснабжения Твери настолько изношена, что все понимают, что никакой тариф и она никогда не будет прибыльной. Поэтому мы взяли ее куда-то скинули. Не, ну она может быть прибыльной, но в это надо вложиться хорошо. Ну, это понятно. Таких денег у собственников ТГК... Кто там, кстати, собственник? То есть нет. ТГК-2? Да. Это Леонид Лебнев. То есть это друг Андрея Макаревича. Да, Андрея Макаревича. Ну и, помимо прочего, он в кинобизнесе очень интересный человек. В частности, продюсировал он сериал. Многовицын был в юности. В стиляге. В стиляге. В стиляге, да? Вроде сериал это фильм. Или фильм просто. Но я не так и не смотрел. Ну, целый ряд отечественных фильмов финансировал. Ну, и сейчас проблема у него в своем родном Архангельске в том числе. А какая там у него проблема? Ну, по долгам. Ну, долги надо скинуть, как обычно, на какое-нибудь юридическое лицо, на какие-нибудь там теплосети Архангельска, а потом обанкротить. Ну, сейчас многое происходит. Сейчас же Прохоров со своей компанией Квадро, присутствующей в полномередине регионах Центральной России, в цеплоэнергетике, имеет очень большие проблемы. Там серия обыска была. Ну, то есть, все-таки люди в Центральном аппарате, то есть, в Администрации Президента, их эта ситуация не устраивает, когда... Не, ну, я за Администрацию Президента ничего сказать не могу. Ну, просто за Центральный аппарат их не устраивает. Не устраивает эта ситуация, когда люди за годы чубайсевских реформ высокого тарифа, в том числе, набрали денег, мы ничего не вложили их обратно в инфраструктуру. То есть, собрали, то есть, себе забрали все плюшки, а все долги... По крайней мере, воздаяние им за это, по всей видимости, не рассматривается. Ну, не будет, разусловно. Ну, то есть, они спокойно скинут сейчас свои активы на кого-нибудь, ну, на тот же «Газпром» или кого-либо еще, или на банке, где они взяли кредиты. И отбудут с теплой стороны. Ну, тут вариант это... Да, с отбывающими вообще, это их проблемы или радости, они... Ну, нас, по крайней мере, мало должны волновать. Ну, это понятно. У меня прогноз, что он прежний так и остается. Тверь так и сохраняет свое состояние на грани катастрофы. Угу. Вот. У нас... И, в первую очередь, это связано с тем, что у нас... вот из городов... из волжских, крупных городов, он в Тверь единственное, расположенное на обеих берегах. Угу. Ну, все, что ниже уже. Ярославль – это страна. Да, все на одном, да. Ярославль, пожалуй, еще на двух странах. На двух странах какие? Ну, Ярославль, я там... Ну, на двух, но, в общем-то, на одном. У нас специфика Твери состоит в том, что система единая и для левого, и для правого берега. Да. И связь между двумя частями единой системы цепоснабжения реализована по двум мостам. В их конструкциях проложены магистральные трубопроводы и подводный дюкер. Да, я этим вопросом немножко интересовался, и могу сказать, что получается так, что если у тебя даже будет отрезан ТГК ТГК ТЭЦ-3, который расположен в заложенном районе, то у тебя ТЭЦ-4 вместе с ТЭЦ-1 спокойно выкинут город. Не, ну, они выкинут энергию. Да. А давление им не выкинуть. Почему? Им не передать теплоноситель по всей системе. Почему? Что мешает? Дистанция слишком большая. Да нет, не знаю, дистанция не такая уже большая, теперь город компактный, как выяснилось, изучение ее по карте, это тебе не Ахангис и не Сочи. Это вот. Но не знаю, ощущение такое, что справится. Справится. И большой резерв мощностей существует. Ну, как мы наблюдали это на ТЭЦ на Васильевском острове, что у них есть эффективная система, связанная с электрогенерацией, потом использованием пары еще. А есть просто котельная, у них когда система электрогенерации, то есть турбины. То есть 100 гкалорий это на энергетических каплах? Да. Или 100 гкалорий на... Да, да. То есть у них 1 ТЭЦ у Васильевского острова при 200 тысячах населения в два раза больше запас мощностей, чем у всей Твери. Да. Не больше, в смысле, а такой же. То есть на человека в два раза выше получается. На человек. Расчетельный человек. Ну вот. Ну и ТЭЦ я тоже так прикинул, выяснилось, что у них тоже запас по отоплению, он по мощностям, по гигакалориям, он большой. Никаких проблем у них вызвать не может. Ну, то есть я говорю, что нужны специальные действия специально-обучных людей, чтобы эту систему положить. Ну, то есть сочетание глупостей, головотяпства, откровенной диверсии, чего-либо еще. Нет, ну там глупость это быть не может, поскольку у них не персонал есть. Ну. И непосредственные рабочие, они лучше всякого начальства знают, что надо делать. Ну, в Щенобольске тоже знали очень хорошо, но учения проводились, не менее, сухотерились положить. Ну, сейчас все работает, помимо руководства тюрьской генерации. Они не могут ничего сделать, ничего не могут улучшить и ничего ухудшить не могут. Ухудшение происходит само собой, просто физика и химия. Все равно нарастает количество разрывов. Ну, и за это время, вот 2014 года, когда я здесь рассказывал, что количество разрывов сократилось с 1200 до близко сначала к 800, потом 760, потом 14-й год, это было 740. Оказалось, что эти данные сертифицированы. в частности, отопительный сезон 2013-2014 года было 1400 облевых. То есть, они вдвое задездили. Как они это делали, я не знаю. А откуда известно, что они в 1400 были? Они приняли программу по реконструкции. Ну, 13-14 год, это была еще не ТГК-2. Да. Это было, вернее, тогда ТГК-2 принадлежала ТГК-2. Вот. И тогда ТГК-2 сообщала о 740 разрывов. Да вот. А потом, когда пришла Тверская генерация, они в своей программе реконструкции, описывая текущее состояние системы, сообщали о том, что количество разрывов в потопительный период 2013-2014 года составило около 1400. То есть, ТГК-2, ну, опять же, это, возможно, игры с методикой. Да, что считать разрывом, а что не считать. что считать разрывом, а что нет. Но, вот, разница такая, в принципе, удивляет, почему... Где устранение этой разрыва, где реконструкция, да? Нет, почему Тверская генерация не использует эти цифры для того, чтобы... ну, это же козыри для них, чтобы играть в свою пользу. Ну, по крайней мере, в играх с жителями. Скорее всего, в высоких кабинетах это предъявляется как аргумент. Вот. А жителям сообщить о таком вот печальном факте фальсификации данных о разрывах со стороны ТВК-2 почему-то не находит нужного. Но у нас вообще в Твери все происходит помимо жителей. нас как крепостных передали сначала ТВК-2 при губернаторе Зеленине и параллельно еще и мошенникам из российских коммунальных систем. Там шутили. Я когда-то сработал, когда на сетях у нас были Тверские коммунальные системы. Тогда шутили, что нас поменяют на яйца. Это вот история известная. Аркадий Виксерберг подарил кузову яйца. И с тех пор не Путина в России. На. Ну, яйца удержать. Да, понятно. Ну, без кучицы, по-моему. Ну, потом был скандал, что большинство из них казалось фальшивыми. Фальшивыми? Да. Ну, даже и не фальшивые это тоже было. Вот. А с Велочей ничего будет. Что? С Велочей тоже так же. На что Велочей у меня. Сразу думил. Какая же ситуация? Ну, я тут знаю. Ну, вот так вот это дело было. Ну, и, собственно, губернатор Зелени, помимо того, что нажился на русской крови, приватизировав норильский никель, ну, скорее всего, имел еще и с господина Лебедева и господина Виксельберга. Ну, они же все приятели. Ну, если не с этим, у меня это, как продолжение. Социальная, да, инициатива. У нас организовывали конкурс социальных инициатив в вагоностроительном техникуме, но я в силу занятости работа была. Не успел подготовить проект, а мы его вдвоем с товарищем подготовили. Ну, на обсуждение. 15 апреля было. Значит, первое, первым пунктом это сбор подписей за установку памятника губернатору Андрею Шевереву, при котором вся турская энергетика была передана турской генерацией. Значит, Андрей Шеверев около сынка. Ну, памятник, естественно, без какой-либо карикатурности. Вот, и желательно в камне, ну, чтобы металл он не сдали. Ну, у сынка. Ну, и о присвоении имени Дмитрия Зеленина городской свалки. Ну, эти персонажи одинаково заслуживают. И тот, и другой. Ну, фиг его знает. Я, может быть, не отказался возле цирка стоять, да. Не, согласись, это повысит это. Популярность города? То есть, цирку привлекательность, но незначительно на бюджетах. Ну, за сто лет там целая череда наберется губернаторов, я думаю, да. Да, да. Вот, ныне присланный нам Кремлем, ну, наверное, тоже будет достоин такой же чести. Ну, на всех свалок не напастешься. Ну, не свалок, а место около цирка хватит. Ну, да, нормально. А цирк действующий, да? Цирк действующий. Ну, видишь, повезло, маханески нет. И давно, и недавно. Мы когда-то я туда ходил, маленький уже был. Вот, отклонились, с чего, значит, это? Ну, в итогах сезона теплоснабжения, подготовки к новому сезону. Не, с чего лезь-то зашла? На чем? Мазеление? А, вот, значит, особый плит тверской генерации, администраторов тверской генерации в происходившем этой зимой прямой вины нету. Причем, люди, по всей видимости, ни Чернышев, ни Ян Горелов вот так вот по-простецки, как это привычно думать, карманы себе не набивают. Взятых, скорее, чем не берут. Не с этого они хотели нажиться, но поскольку люди самонадеянные, Сергей Чернышев, ну, вообще, я довольно много народа знал из физтеха, ну, и, ну, это специфика физтеха, и, там, школы ТГП, или школы ПСБ, или, или, туда приходящего, говорят, вы элита. Вот, и эти люди, они сначала привыкают к такой высокой себе оценке, а потом несут ее города. Ну, и, пора у единственного человека, физтеховца, которого я знал, ну, которого... ну, физтех — это печать. Угу. Вот, вот, самый Пятигорский, Ленинградский, да, университет, причем факультеты не менее, а даже, скорее всего, более заслуженные люди, совсем другой материал. Единственный физтеховец, которого я, ну, так оцениваю, позитивно, у него же зрение было. Он убил своего отца, да? Да? Убил? Да, кого-то убил. Угу. Вот. Ну, я тоже знаю, знаю пример замечательного человека, который бросил физтех и поступил на Санкт-Петербургский государственный университет. Он полгода назад, или год назад, прославился предсказанием Пентакварка, Максим Поляков. То есть, он как олимпиадник сначала поступил в СТХ, потом посмотрел на то, что там происходит, и перевелся к нам. Из СТХ это вот Ларак. Угу. Ну, и Сергей Чернышев, он достойный выпускник этого ГУДА. Ну, и вот. И, значит, эти люди хотели, что, будучи самонадеянными, они хотели из инвестиционной составляющей тарифа. по-настоящему реконструировать сети города Твери, потом выйти на IPO, вот, и в итоге, продав свой пакет акций, выйти в деньги. Они полагали, что это намного выгоднее, чем зарплебрадиционно пилить. Вот. И с реконструкцией у них, вот сейчас уже можно говорить, на неделю назад Тверской генерации были подведены на итоги отопительного сезона, они там заявили о намерении переложить 3,2 километра теплосетей вот этим летом. Тогда как год назад речь шла о 20 километрах магистрали. То есть, за истекший период в 7 раз обретен. Эксплуатации сетей они, наверное, осознали всю бесполезность и бесперспективность ну и, собственно, свое бессилие сделать что-либо. Вот. Они не воры, попросту глупцы. И по-прежнему я настаиваю на том, что состояние системы теплоснабжения города необратимо. Единственное, что сможет... То есть, они прошли точку невозврата уже, да? Да, уже все. Единственное, что сможет сделать присланный нам из Москвы исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя вот. Единственное, что он сможет сделать, это администрировать эвакуацию. А больше ничего. Куда? Ну, я не знаю, куда. Московский метрополитат, да. Да, московский, да. Вот, театры. Ну, в Москве много обогреваемых помещений. Вот. Или культурно присоединяйте. Ну, если вот переносить на реалии Твилда, на реалии Петербурга, вот, двухсоттысячное население Васильевского острова, которое, скорее всего, тоже окажется сравнимый с... сравнимая участь их будет с жителями Твери. Вот. Их можно будет переселить просто, перевезать через реку. Или, ну, по мостам. Вот. А из Твери, у нас в Твери сверхцентрализованная система теплоснабжения. До 80% жилого фонда тепло поставляется из единой сети. И любой сбой в любое время в отопительный период может вывести из эксплуатации всю систему теплоснабжения. Вот если с Васильевского острова все могут пройдя там даже пешком километр-два в Эрмитаж. А? В Эрмитаж? Да, в Эрмитаж. Оказаться в Тепле, то в Твере это будет просто затруднительно. Ну и странное дело вообще... Странное дело, что Игорь Руденев такой вот регион в Тверь прислали не наделив полномочиями по всей видимости, без команды и без финансов. И удивляет, как человек, ну администратор, он же готовился, наверное, к вступлению в должность, изучал проблему, вот, как он пошел на... А он бывший гаишник, да? Он бывший гаишник, да. То есть он гаишник, да. Как он дал согласие на... Значит, умеет руководить как-то потоками их права. Вот, как он дал согласие на то, чтобы возглавить регион без средств, без кадров и без полномочий. Ага. Он без полномочий. Ну, вот, ну, это вопрос спорный, но, по крайней мере... Ну, похоже, что без полномочий, да. То есть ощущение, что просто способ был, что Ткачев, когда пошел на Министерство Союзского хозяйства, да, что он решил сюда поставить собственные кадры, и для этого избавлялся от кадров встах и распихивая их в первые попавшиеся места. Только почетную ссылку. Да? Ну, это не почетная ссылка. А, вот почему назначили тем самым, он был спернан по правам человека тоже из МВД. Ну, сейчас МВД распихивают везде, где можно? Нет, но он в сельском хозяйстве работал в Угдении. Был заместителем министра, да, ведь? Ну, и там, то ли параллельно, то ли до этого отжимал мелькомбинаты, там, элеваторы. Ну, в зерновом бизнесе он известен очень. Ну, вот так вот. После него Россия стала первым по поставкам зерновых, или принял? Принял. Принял. Принял их. Да, выдающиеся. Выдающиеся достижения бывшего гаишника, можно так и написать. Не, ну, был же, по-моему, по... Тульскому область, да? Отправили министра сельского хозяйства. Нет, Воронежского, Воронежского, Гордеева, да. Я вот там себя хорошо показал, надо сказать, очень. Ему удалось на причине первого года, насколько я помню, или двух, в два раза увеличить площадь культуры сбора зерна. Почему? Потому что он вопросом это разбирался. Он подошел к товарищу и сказал, ребята, вы как-то мало показываете с тем, что вы там засеиваете и убираете. Ребята стали показывать больше. Конечно, не все, но гораздо больше этого они показывали предыдущим губернаторам. Вот и все. Действительно, ему говорят, что ему воронежили, удалось отобиться больших успехов. Не, ну я рад был ошибиться, но многое в России решается помимо, не считают нужным сообщать, ну, по крайней мере, не было сообщено ни о команде нового губернатора, то есть Багайнова, ни о финансах, сопровождающих его приход. Ну, я бы понял, если бы, ну, вообще, в ряду регионов с самыми большими проблемами называют Ижевск, Иваново, Тверь, Санкт-Петербург. Ну да, у нас действительно были разрывы бешеные, бешеные бы разрывы были. Сотни домов, то есть по 600 домов оставалось без тепла. У меня это не коснулось нисколько. Вот, и было бы понятно, если бы в один из этих регионов, например, назначили находящегося неудел Юрия Лужкова. Вот, ну, это действительно человек, который имеет заслуги перед москвичами хотя бы тем, единственным, что он сохранил в собственности города всю энергетику. Мозэнерго при Лужкове, ну, там, помимо того, что перешли с качественного регулирования на количественное, серьезно, ну, вот, если бы не Лужков, то состояние энергетики Москвы было бы сейчас как у Петербурга, да? как у Петербурга было, да. Ну, вот, и он же, насколько я знаю, у него только жена, да, в Австрии, а сам-то Юрий Михайлович. Да, преподавер где-то чего-то. Где-то здесь, вот, и странно, что пренебрегают. Таким ценным кадром, да? Да, таким ценным кадром, да. Ну, поставили бы его хотя бы на три города Ижевск, Тверь, Иваново, да, почему бы нет? Ну, хотя бы на один из трех. И он бы справился, да. Ну, клоуны, которые нам присланы в Тверскую генерацию. Основатель партии любителей пива, напомню, учредитель комитета по встрече третьего тысячелетия, ну, и Янг Горелых. Ну, по-моему, плавный дурачок. Вот. Они смогут, ну, они, по крайней мере, будут, в лучшем случае, просто пассивно плыть по течению. Ну, заявленные ими на подведение итогов программа перекладки, даже не реконструкция, вот, перекладки теплосетей, она в разы меньше заявленных ранее планов. Ну, помимо того, что развалился пол инвесторов, там, специфика у нас в Твери в чем? Когда мы были в ТГК-2, жители Твери отчасти несли на себе время сохранения территориальной целостности Российской Федерации. Ну, поскольку на рынке ФРМ, ну, сейчас он РМ называется, еще он РМ, новый оптовый рынок электрических мощностей, и энергии. Вот, там специфика такова, что к генерации привязываются потребители попросту булевым решениям. Невозможно определить, кто именно потребил энергию вырабатываемую... Там время-то осталось еще? Тверской. Остается время, да? А вот здесь. Тоже, да? Вот. Невозможно определить, вернее, определить потребителя для наших генерирующих мощности невозможно. они просто директивно назначаются. Вот. Ну и так повезло, что во времена ТГК-2 всех... Назначили Северный Карпас. Да, всех неплательщиков привязали к Тверским электростанциям. Вот таким вот образом было все сделано. Ну и какова ситуация с этим сейчас достоверно неизвестна. Вот. Может быть когда-нибудь узнаем об этом. Ну, скорее всего то же самое. С ТГК-2 так происходило, потому что ТГК-2 был самым мелким участником рынка. Вот. И на него вешали неплательщиков. Вот. А Тверская генерация сейчас в десятки раз мельче, чем ТГК-2. И соответственно ничто не мешает ничего не платить за электроэнергию поставляемую на рынок Тверской генерации. Ну и соответственно долги там по газу которые возникают они могут связаны в том числе и с этим. То есть просто их обанкротят и все? Ну обанкротят а так и пол инвесторов которые будут Тверской генерации предполагал участие некий Кулешов был и предполагалось строительство завода точного литья потребителя огромных объемов электроэнергии то есть задумка у идейного вдохновителя всего этого проекта Сергея Чернышова была здравая вот сохранить перенести потребление на ну по сути прямо на генерацию генерацию потому что или на территории ТЭЦ-3 или рядом с ней предполагалось строительство завода точного литья а вот не помню кстати или ТЭЦ-4 там химволокно рядом разрушенный завод но в конце декабря Курешов ну по-моему единственный практик бизнесмен предприниматель ну увидев с кем умеет дело предпринял попытку выйти со своими деньгами сообщества вот мне непонятно удалось это мне непонятно удалось или нет по крайней мере то есть генерация говорила о попытке рейдерского захвата по всей видимости речь была просто о попытке захватить печати и доступ к банку клиенту и забрать свои деньги возможно что это удалось а возможно что нет этого никто не знает но это вообще ключевой элемент сохранить в схеме этого Сергея Чернышова приблизить потребление к генерации именно электроэнергии вот ну и их действия вообще они тоже вернее действия а планы которые они озвучивали вызывают ну оторг это вообще поскольку как можно говорить о реконструкции системы ну самое уязвимое у нас это распределение то есть сеть магистральных и распределительных трубопроводов так вот как можно говорить о реконструкции системы генерации и распределения в отрыве и потребления вот и у Игоря и у меня сейчас появились данные по теплоузлам ну это вообще длинная история получится нет тогда не надо рассказывать пора уже прекращать заканчивается вот так что прогноз прежний только катастрофический да катастрофический ну ясно вот на этой светооптимистической ноте мы сегодня и закончим наш